Перчатки и мусорный мешок, и можно за уборку. Но так как сегодня берег убирают несовершеннолетние, это ребята из трудовых школьных отрядов и экологических, то об особое внимание мерам безопасности. В воду не заходить, стекла и острые предметы собирать с особой осторожностью. На охоту за мусором вышел Лев Миндалев. Ветрозащитная куртка Общероссийского народного фронта и зеленый галстук. Парень явно борец за чистоту, в том числе и экологическую. На берегу Омской крепости каждый квадратный метр обеспечивает работой. Битые бутылки, смятая бумага, фантики и ветки. Лев отдает себе отчет, что не он здесь мусорит. Сейчас приходится убирать за взрослыми. Не исключено, что и за рыбаками. Дети, может, и не должны убирать за них, но мы хотим показать пример взрослым, как не надо себя вести. То есть мы хотим им показать, что убирать мусор, почему мы должны убирать мусор за ними и почему бы им самим этим не заняться. Поэтому я лично надеюсь, что наш пример, что мы станем примером для взрослых и они помогут нам. Они тоже будут убирать мусор и уж как минимум забирать все с собой и бросать в мусорные ведра все, что они там использовали. Ну а с точки зрения экологии, это ведь тоже большая польза, да? Разумеется, ведь стекло разлагается не одну сотню лет. Поэтому то, что мы делаем сейчас, это очень важно для экологии в будущем. Ведь это стекло будет загрязнять природу, будет мешать ей, скажем так, развиваться. В ярко-синих куртках активисты школьного трудового отряда. Юлия Булышева исследует даже кусты в поисках мусора. Девушка часто гуляет по крепости, поэтому и убраться здесь лишним не будет. Ну на самом деле мы в принципе любим помогать городу Омску и считаем, что это очень важно, следить за экологией, так как мы здесь живем и нам здесь расти дальше. И поэтому мы считаем, что это обязательно и выходим на такие акции. Вы же понимаете, что мало просто собрать мусор с берега Иртыша, да? А сколько у нас предприятий, которые загрязняют наш воздух? Да, конечно, понимаем, но мы на самом деле тоже не знаем, как с этим бороться, точнее. И поэтому боремся теми силами, которыми мы можем. Мешки расходуются быстрее, чем рассчитывали организаторы. Все это вывезут в этот же день, чтобы картины омских закатов не портили горы мусорных пакетов. Как только закончат уборку, все в этот бак. Мусор будет направлен на полигоны твердых коммунальных отходов. Часть мусора будет переработана, часть мусора, то, что не подлежит переработке, будет захоронена. Горячий чай за хорошую уборку. И дело, и напиток согреют тех, кто заботится о чистоте и экологии. Вот только сами участники акции понимают. На уборку сюда можно приходить вновь уже через неделю. Денис Уонас, Андрей Кузьмин, Антенна-7.